На этих кадрах двое неизвестных друг за другом заходят в подъезд, где проживает 92-летний пенсионер. Они пришли к нему в гости, чтобы рассказать о грядущем обмене денег. Мужчина им поверил, ведь перед их визитом ему звонила якобы соцработница. Спустя время пенсионеру пришли мужчина и женщина, которые попросили принести две купюры. Хозяин принес пятитысячные купюры и передал их незнакомке, которая стала переписывать номера банкнот. В это время ее сообщник, заметивший, откуда пенсионер достал кошелек, вошел в комнату и похитил все сбережения. Пропажу денег пенсионер обнаружил практически сразу. Я сразу свекнул, думаю, надо на всякий случай проверить. И под подушку за кошелек, а он пустой. А много было денежных средств? 400 тысяч. Вот подозреваемые уже после кражи идут вместе. Рядом с ними останавливается машина, в которую злоумышленники садятся и уезжают в неизвестном направлении. Подозреваемых задержали по горячим следам буквально через несколько часов после кражи. Оперативники по камерам вычислили автомобиль, на котором скрыли злоумышленники. Машину остановили сотрудники ГИБДД в Тульской области. На допросе 29-летний мужчина толком не смог ничего рассказать. Вину он скрывать не стал, но и не раскаялся. Несмотря на задержание, настроение у него явно приподнятое. Нужно без комментариев. Я сам в шоке. А его 26-летняя спутница и вовсе заявила. Она потомственная гадалка. Приехала в Москву предсказывать чужие судьбы. Свою вот, правда, увидеть не смогла. Мне уже позвонили. Неожиданно. Вот, и мы говорили по поводу, чтобы, ну, типа, нужны деньги. Я сказала, да, нужны. Вот, они предложили вот так пойти взять деньги. Похищенные деньги стражи порядка нашли и вернули пенсионеру. Всем правоохранительным органам моя искренняя благодарность. Спасибо вам, дорогие. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Эта парочка уже была судима. Теперь им грозит новый срок до шести лет тюрьмы. Полицейские устанавливают всех возможных потерпевших. Алла Смотрикова, Петровка, 38.